В общественной палате обсудили развитие строительной инфраструктуры Министерства обороны России и повышение боевой готовности войск. На данный момент центральным органом военного управления является Департамент строительства Минобороны, основная задача которого – соблюдение плана строительства до 2020 года и оснащение новых военных городков. Часть вопросов касался строительства объектов, касающихся обороноспособности страны, строительства полигонов и других военных объектов. А другая категория вопросов, обсуждаемых, касалась строительства жилья. Как жилья для военнослужащих очередников, так и жилья непосредственно служебного. Сейчас в военных городках существует целый ряд проблем. Люди жалуются, что кроме жилых помещений на территории нет ни одного социального объекта, ни детских и спортивных площадок, ни парковых зон, ни библиотек. Во многих городах нет даже магазинов. Всего того, что необходимо для комфортного проживания. Не хватает отделов охраны правопорядка. Например, в одном из таких городков на 50 тысяч человек населения приходится всего один участковый. Большой объем предусмотрен как строительство социальных объектов, так и строительство специальных объектов. Хотелось бы особое внимание сегодня уделить строительству жилья. Также нарушена концепция строительства объектов для боевой готовности. Уровень защищенности многих городов довольно низкий. Вооружения не хватает, а на многих объектах нет боеприпасов. Не хватает аэродромов для быстрой доставки войск в случае угрозы. Для решения накопившихся проблем внесли ряд предложений. Было решено создать все необходимые условия для размещения личного состава войск, организовать капитальный ремонт существующих городков и начать строительство новых объектов современного типа. А также ввести в план строительство специальных и социальных объектов, столь необходимых для комфортного проживания семей военнослужащих. До конца 2014 года обещают закончить строительство 50 новых военных городков. Но уже с этого года решено ужесточить контроль над объектами, готовыми к эксплуатации. Количество жилья для военных в Москве и области также увеличится. В текущем году 27 тысяч семей получат ключи от новых квартир. Разработан отдельный план приобретения и строительства жилья до 2020 года, где предусмотрено, наверное, озвучивать полностью цифры не буду, но вам скажу, что очень такие серьёзные цифры, это более 200 тысяч квартир, мы должны построить за этот весь период. По итогам заседания со стороны общественной палаты было решено создать рабочую группу. Эксперты будут решать поставленные задачи совместно с Министерством обороны и Департаментом строительства. Договорились о том, что будем непосредственно выезжать на конкретные объекты строительного Министерства обороны, где есть какие-то недоделки или же долгостроек какие-то определенные, будем вместе выявлять те проблемы, которые существуют, и находить пути решения. Продолжение следует... Продолжение следует...